ну хорошо в прошлый раз я вам морочил голову теремфрабетинус это двумя рассказали а кто вы рассказали а как его зовут а где вы установят замечательное решение офиген не окажение толстая толстая я не вижу ни разу живем или в интернете ну хорошо в общем и им чтобы это не пропало сейчас он быстренько расскажу это решение который вы уже знаете но таскать поэтому буду быстро вот в туждение терема фрабиниус а вот а первое наблюдение стоит он да ну тут слабо ли они группы ли кто помнит что группами но хорошо тут она написана всякий случай вот и важный момент что если у вас группа 6 10 групп или то и касательно пространство отображается в естественно в касательное пространство к многообразию и и если образ постоянного ранга то вас орбит постоянной размерности вот если у вас есть же действует на м были подрослоение в т.м. порождено образом а вы брали то верну термо фрабиниус значит орбита b это интегральное подмогообразие у обе тоже это интернер на подмогообразие подмогообразие вот то есть чтобы доказать терем фрабиниус и все что вы хотите что я в трех формулёв темпе сам было в принципе нас она на слайдах она прошла с было нами есть никто не хочет они будут вот орбит же центральное подмогообразие и таким образом если вы сможете построить такое действие группа водоголитерем фрабиниус вот ну замечательно да тут эта задача которая была в прошлый раз ты все наверняка уже и решили кто ее решил и кто помнит решение я тут немножко пошел к нему потому что я знаю решение в одну строчку я сейчас на следующем плане да и нет старая задача которая тоже была в прошлый раз вот кто-нибудь хочет рассказать первую или вторую задачу меня прям сейчас ну вторая задача делается очень просто на самом деле вопросов будет систему координат вот на 2 2 задачи такая что проекция проекция вдоль последних там как координат вот это ваши условия на чем в чем стояла задача что у вас есть векторное поле x в т.м. и y в т.м. у вас есть проекция из м в м1 от субмерсия вот и пи от x константа то есть пи от x равняется там скажем x 0 для каждой в касательном пространстве к z в м1 для каждой точке z prime который лежит в прообразе и минус 1 от z вот так такое условие вот тогда коммутатор x и y такой же значит пи от коммутатора x и y есть коммутатор пи от x коммутатор x 5 вот задача вот то есть у вас есть субмерсия у вас векторное поле наверху вы спроектировали получили честное векторное поле то есть они в разные стороны смотрят а в одну после проекции то он здесь кому-то снизу может сделать надо сверху будет одно и то же вот договориться и простое смотрите у вас вот этот слой который есть написано вот этот условия это просто значит что x и y не зависит от последних от тех координат на которые вы спроектировали просто такие такие векторами поля которые чуть исключительно зависят от первых координат вот мы взяли их прокоммутировали кал писали коммунатор это у вас естественно производные в до этих координат равны нулю вот поэтому коммутатор будет зависит только опять таки от тех координат по которым которые не спроектировались от первых n-k координат если вы проектили на последние к вот а первые задачи мы долго там маму со или чуть-чуть там обсудили придумали но тут есть поздравлять реально в одну строчку учетами а никто не сообразил я тоже не собираешь что так такое простое доказательство есть смотрите вот у вас есть у и в векторные поля они коммутируют увы равна нулю тогда коммутатор е в степени т.у. и в степени т.в. вот здесь коммутатор группы ли а как здесь кому-то ведь мы дарька полбились контрако группе равен единице ну реально просто группе это единице вот догадись реально в одну строчку посмотрите в тех точках где вы где у скажем равна нулю пить вас есть открытая ножка где у равна нулю там вот эта штука тривиально и в степени т.у. тривиально согласно этот групповой коммунатор не тесно равен 3 тоже 3 вот поэтому даже очень доказывать ну а это условие что непрерывно то что все все зависит непрерывно то от координат поэтому даже очень доказать в открытом множестве где у не равна нулю но значит можно считать что можно считать ввести координаты что у есть d по dx 1 координатное векторное поле потому что любое измельчить векторное поле радио с координатам подходящей системы координат вот тогда ваше условие что у свое равно нулю означает что в в координатном разложение мы можем записать в как сумму а и т.д. по dx это значит а это 2 по d x 1 а это равно нулю то есть а это постоянно по координате x 1 вот мы знаешь что естественно интегрировать дефорный за за человек просто про это просто зверь и все пинтеру это сдвиг вот но вот есть векторное поле которая вообще постоянно по 1 координате естественно что при сдвиге да это координат этого векторное поле сохраняется при сдвигами есть степень эту сохраняет вы вот ну а если у вас есть какой-то дифференда который сохраняет в это естественно что он сохраняет и экспоненту от вопрос потому что решение дифференциального уравнения существует и единственно за заданными а это решение дифференциального уравнения заданными условиями ваше лекция ну то что я сказал это некоторая формула фигура речи а довести эту фигуру речи до доказательства как-то если вы можете то вперед я спасил ты успешно мы что-то расписал вы нашли не пользовался прошлый раз я просто сказал что нет это вот вот это сохраняет это нам нужно доказать что если коммутатора нулю то вот это сохраняет этот сам не очевидно то есть что мы знаем что вот это сохранит производная от этого вот а дальше надо доказывать что есть производная сохраняя дамы не сохраняет он держит коммутатор черт с ним в общем вот гайса на в одну строчку и прочь поможет все трудно давай давай может выйдешь они запишутся ну хорошким смотрят давай можете лечить там там есть рябка и там можно стереть собственно то что это нужно доказать это хочет доказать да а дальше смотрели ну утверждение опять же можно свести к локальному считать что конечно пешка поле там носители в каком-то очень маленьком шаре нет одни я считаю что носители нельзя читать потому что разбиение единиц не коммутирует с производной но утверждение локально поэтому что что просто мы все в корзин так маленьких координат смотреть на эту на вот на эту пойду и возьмем там просто будет смотря покрытность какой точке где выведены координаты и будем смотреть на вот такие штуки ну они будут там не трудно считать что мы чистка идем будет вся нулевая даже если и вы не коммутирует то что там только вторая производная и 0 2 производная в одной точке равна нулю это что это что-то значит привет а кстати смотри а если не работает вот так что ну то есть как бы с одной стороны очевидно здоровье страны все таки приходится возиться ну как бы первая же мысль которую читают лекцию скажешь все очевидно по таким соображением дальше мы начинаем пытаться расписать эти соображения вот получается что-нибудь в этом роде хорошо вот до гостей инфрааминусе занимает вот ровно там один параграф более-менее спасибо вам вот и товарища ли я не помню что у меня такое был вот нам нужно построить значит коммутирующие ну никому достаточно доказать значит замечание пусть вы лежит в тм гланомно если если в б есть базис из коммутирующих векторных полей он их полей верна терем фрабиниус то есть бы интегрируем а доказательства мы просто берем вектор на группу порожденную есть степени вот пусть нас боится коммутирующих в поле пусть это b1 то ли бы к мы берем их степени т1 b1 плюс т2 b2 плюс и так далее плюс т.к. б.к. это группа ли коммутативная вот ее орбита это интегральное подмогообразие потому что они все коммутируют как бы их касательное пространство это вот собственно есть касательно пространство к этой группе ли это базис до коммутирующего чтобы они были коммутирующий коммутирующих вверх на полу коммутируют даже иначе мы просто попробуем построить эту группу она будет такая большая там бесконечно-менная какая-нибудь и никак не поможет вот значит тоже орбита же же они коммерны по определению в дни нулевые векционные поля они совпадают их касательно и их касательно и пространство порождена вы иками должен будет это касательно и к просто действию группы следовательно т.к. орбитам касательно пространство к орбитам это b ну что и требовалось доказать вот ну а теперь как построить эти коммутирующие векторные поля тут нужно как раз вопрос упражнением 2 у нас и из м в м 1 и будет любая проекция проекция которая действую и отображающая в т.к. изоморфно не просто мы берем локально такую определяем линейную в нем будем корня до прием линейного проекцию которая на касательном пространстве к одной точке обладать таким свойством а дальше свойство будет мне как раз тоже соблюдаться потому что рамки локально полным локально постоянно пол непрерывная вот теперь мы берем x1 вы меня тут обозначено все 1 до все 1 т.д. все 1 векси зато 1 т.д. з т.к. как координатные векторные поля векторные поля в м 1 возьмем прообраз в б поскольку пи из б дп из б в т м 1 изоморфин в каждой точке на каждой точке x в ум существует единственное сечение кси 1 по доля ксика в б такие что пи дпи дпи от кси и то есть зета и т да почему он существует до а мы позволим координаты линейно проектируем и мы проектируем таким образом чтобы образ выбираем линейную проекцию таким образом чтобы в одной точке это был изоморфизм из бы которого . будет ли и на пространство в касательный ком один в одну и т.к. на утверждение да то есть мы их локального договорах нельзя выбрать глобально просто у нас может не быть вообще никаких невыразимых сечений у расслоения они скажем как как двумерная сфера обязаны иметь 0 и вот а локально у нас сечение всегда есть пусть координатные то и мы вводим координаты и тупо проектируем линейно в каких-то направлений в трансферсальных губы чтобы на бета было изоморфизм в корме себе размерности к то мы берем n минус к направлении трансферсальных бы их забываем монда это не менять систему координат на самом деле всегда есть некоторые набор координат на координат 2 которого можно спроектировать чтобы на бета был изоморфизм ok значит у нас всегда есть такие векторные поля и в силу упражнения 2 они коммутируют ну просто потому что и коммутатор обязан лежать в бы а проекте этого коммутатора на нулю вот все это я повторю то что был в прошлый раз просто есть кто-то в прошлый раз не уловил надеюсь что прошло прошло 10 минут нет так и не вопросы есть к этому че и я забываю тюрем фрабиниус я считаю мы с ней мы с ней закончили все будут почти коммерческая структура так ну тут как бы пару экранов с напоминаниями я совершенно не знаю помните ли вы то что было не помните но и скажу что не должны стесняться и спрашивать даже задать мне вопрос если вы не помните вот и наоборот если я торможу то тоже подгоняйте меня правда но не надо молчать то есть не точно гораздо интереснее если вы комментирует чем если один вещи вот хорошо значит во первых гламотная функция на целом на это просто которого слава скатся это мера уже дифференциал как комплекс на линейный вот комплекс на многообразие это кольцовное пространство которая локально а как локально как а кольцовное пространство изоморф на шару в целом на из гламотные функции даже на доске писать не буду есть никого нет вопрос на си счет вот и то же самое мы такой пример на 7 стандартному с картами то есть у нас всегда есть набор карт на функции перехода гламурс набор карт которые все эквивалентны шара шара вот теперь почти комплексная структура определить почти комплексная структура напоминает оператор и из т.м. в т.м. и квадрат равен минус тождественной значит интегрируема если сначала на при глава мощной функции значит функция f в ц бесконечность м с комплексными значениями гламурс на если df лежит в лям до 10 и другим словам комплексной линии относительно и вот нет почти комплексно это для пассива объекта имеет смысл может и просто не быть таких функций а если есть то хорошо конечно вот это условия выполняется действительный а это штука комплификации лежит лежит в лям до 1 м тнзр c а так она просто не имеет смысла если не комфицировать потому что если мы будем просмотреть как комплексный как бы комплексными числом лет будет корень из минус 1 соответственно конечно комплексная линейность это есть это 10 ну в каком смысле коммунирует потому что тут мы получаем что df от и в равно корень из минус 1 df от в вот ты здесь на скорби минус 1 а здесь у нас здесь на коне 5 а здесь нас и вот ну хорошо интегрируемые если существует для каждой точки xv существует окрестность изоморфная шару вот с ванной с изоморфная как огольцована и процент с вылежа как пространство почем ли в структуре в ту цену потому что два мощных функций если их много то их дифференциалы порождают это лям до 10 а таким образом если у нас два многообразия с одним и тем же пучком главного то функции то на их по силам для структура одинаково вот а изоморфная шаровцы в иной с со стандартной стандартной почти комплексной структурой комплексной структуры который мне кажется сейчас на слайде выписано как раз структурой вот ну да а прямо как она наверное и не погнушающие выписать еще раз мне кажется она где-то в слайде было на может я ее уже ухитился медным последовательных удалений слайдов уничтожить и от dx это есть с минусом а z ну и то есть икс это плюс корни минус один игрек это это головная координата это комплект это вещественная координата это почти комплект структура ну ты значит много просу как какие почти комплексные структуры лица интегрируем в этом смысле тоже каждый менту рима почерпе структур к определенный интересных есть но в целом люди не интересуются потому что люди интересуются комплексной аллогиберической геометрии в которой никаких интервью потерялся трубаешь не встречается вот хорошо да тут имеется утверждение что комплексная структура многообразие однозначно определяется интервью по чем для структуры и апелляции вот ну и потому что услугу как бы она комбисту дождать пучком гламотных функций а почему гламотная функция сдается таким условием которая чисто апрель стременных по чем для структур вот и наоборот если у вас есть гламотные функции у вас получается вот такого подрослоение в этом расслоении она вам задают по чем для структуру пояснить это или не надо кому это понятно упаси все замечательно спасибо вот тем формально интегрируемость вот конечно когда люди говорят уже полностью погрузившись в предмет они говорят не говорят формально интегрируемость вот про то условия которые сейчас буду называть формальной интегрируемостью это не станет так дело в том что теорема не интернет который сейчас будут доказывать она верна не в самой большой общности она привина по не очень большой гладкости комплексной структуры она не верна бесконечно мерной ситуации то есть бесконечно мерной ситуации интегрируемость почему бесс структуры и представляете бы целую там такую иерархию там и слабая интегрируемость формальный интегрируем силы интегрируемость наверно и еще много разных интегрируемостей в конечномерной ситуации все эти интегрируемости и в хорошую гладкость сентры эти интегрируемости эквивалентно вот отправление на algorithm собственно questions о baterman линдера Нейденберга, что формальный интервью, который я сейчас определил эквивалентно такой интегрируемости, который там, на той доске. Значит, пусть и почти комплексная структура, почти комплексная, комплексная, лямбда НТМ-тензор С, есть Т1-0М плюс Т0-1М, разложение Ходжа, то есть здесь И равно корень из минус 1, здесь И равно минус корень из минус 1. Тогда формально интегрируемая, интегрируемая, если коммутатор Т1-0 с Т1-0 лежит Т1-0, то есть выполняет слой фрабинус. 2 плюс Эпсион, 2 плюс Эпсион, даже 2 плюс Эпсион, дожимание какое-то сравнительно недавнее, очень тяжелое. У нее был что-то больше, чем 3 или 4. Везде примерно. Нет, во-первых, есть неинтегрируемый по чекопрекции многообразие, само собой. Дифференциальный. Нет, но на самом деле есть много источников по чекопрекции многообразия. Вообще, в геометрии у нас все многообразия естественно алгебраические и Келлерово. А основным источником не Келлеровых многообразий является теория групп Ли. Всякие однородные пространства очень часто комплексные и не Келлерово. Естественно, как мы получаем, я про это, кстати, буду рассказать много. Как мы получаем комплексную структуру на группах Ли или на однородных пространствах, мы просто ставим какой-то тензор. А, конечно, нам надо управлять его интегрируемость. Вот. И вот в этот момент интегрируемость уже совершенно нетривиальная. Вот. Ну, это один источник. Другой источник, когда интегрируемость... Да, в симгриличных геометрах люди вообще... И, собственно говоря, это великое достижение Громова, что он обнаружил, что вообще лучше забыть про комплексную структуру и иметь дело с почти комплексной. Потому что в симгриличной геометрии люди не интересуются под многообразием размерности больше 1. Их там нет. Вот. Есть только под многообразием размерности 1. Оказывается, что для размерности 1 интегрируемость это автоматическое условие. Поэтому почти комплексные голоморфные кривые ведут себя ровно так же, как голоморфные кривые. Поэтому мы можем сделать следующее. Взять комплексное многообразие, пошевелить комплекс структуру почти комплексную и изучить там голоморфные кривые. Оказывается, что эти голоморфные кривые в такой ситуации являются гораздо более богатым и интересным инвариантом, ну или бедным и интересным, но, по крайней мере, гораздо проще посчитать, чем просто голоморфные кривые. И вот в этом как бы все достижения симплилической геометрии за последние, сколько там, ну с 86 года, то есть со времен как Громов придумывает все загламорфные кривые. Сколько прошло? 34, даже 35 почти. Вот. Вот все это время, как бы люди занимаются почти комплексными многообразиями. Вот. Ну, есть и другие причины, по которым возникают почти комплексные многообразия. Например, мы хотим, можем хотеть склеить из полиэдров многообразия. Ну, оно как бы полиэдральное многообразие, все знают, что оно не гладкое, но там есть некое условие гладкости. Вот. Можно дальше заниматься, пробовать клеить из полиэдров комплексное многообразие, и люди, в принципе, этим занимаются. Вот. Хорошо. А комплексная структура – это то же самое, только одна комплексная структура? Это пучок. А почему это оператор? Да, еще. Третья причина. Есть еще две причины, которые это нужно. Во-первых, физика очень любит почти комплексные структуры. Просто там это тензор не уходит, они все время выписывают, считают его как какие-то поправки, корреляторы. А еще одна причина состоит в том, что это заметили Илс и Саламан, Илс и кто-то еще, тоже в середине 80-х годов. Там в дифференциальной геометрии есть замечательное понятие гармонического отображения. Это отображение, которое минимально меняет, мы можем взять, насколько она меняет, посмотреть, насколько она меняет метрику, и проинтегрировать квадрат от этого тензора. Который отображение минимизирует этот квадрат, называется гармоническим. Это условие гармоничности, хотя я вам в интегральной форме сказал, на самом деле легко записать в дифференциальной форме. Это простое условие второго порядка. Похоже, собственно говоря, геодетическое имеет ту же саму природу. Вот еще обнаружили Илс и Саламан. Иллинился кто-то еще? Сами. Вот что. Если у вас есть четырехмерное многообразие, вас интересует гармоническое отображение туда, это то же самое, что гармоничное отображение в некоторое твистерное пространство для этого четырехмерного многообразия. Но не с обычной комплект структурой, которая на ответственном пространстве довольно часто есть интегрируема. Кстати, тоже, между прочим, тема. Не всегда интегрируема. А с ней комплект структурой, которая вообще никогда не интегрируема. Ну и с тех пор люди, конечно, довольно много на это в силу энергии употратили, потому что гармоническое отображение многие люди почему-то очень любят. Ну да, и делим теорию пространства твистеров, где мы разные утверждения общей теории относительности, чисто дифференциально-геометрические, переписываем в виде утверждения комплексной геометрии на пространстве твистеров от вашего четырехмерного многообразия, на котором у вас решение теории относительности. Опять-таки, если вы в вакууме, то у вас в существенной комплексной многообразии, там все получается хорошо, но надо проверить интегрируемость. А если у вас какие-нибудь поправки, то интегрируемость уже может улетучиться. И тоже придется опять работать с неинтегрированными по чекам текстуратуре. То есть, причин очень много их изучать. Да, и естественно, бесконечно-мерное многообразие. Самые простые бесконечно-мерные многообразия могут оказаться неинтегрированными. Например, пространство дефимоморфизмов. Вот у нас есть группа дефимоморфизмов окружности. Они вполне комплексное многообразие. Но у нее есть одномерное центральное расширение. Называется группа виросор. Она является комплексным многообразием. Но эта комплексная структура неинтегрируема. Она слабоинтегрируема. В смысле, что формальное интегрируемое там есть, там есть даже дофига галамартных функций. То есть, вот этот пучок пророждем галамартными функциями. Но координат там нету, как таковых. Ну, вариант того же самого, еще более жесткий. Это когда вы можете рассмотреть пространство петель, то есть, путей, идущих из точки в себя, в трехмерном римном многообразии. Оно является скейлеромногообразием, но, опять-таки, формальным. Оно неинтегрируемо даже в слабом смысле. То есть, там галамартных функций нету. Вот. В общем, много причин, если его изучать. Я ответил? Да. Есть еще? Задавайте. Вот, хорошо. Да. Вы сказали, что почти комплексная структура, это оператор. Это тензор, ага. Вот. Да. А комплексная структура – это пучок. А какой пучок? Пучок галамартных функций. А почему тогда, вот вы сказали, про определение на слайде формально интегрируемости, да, пасти комплексная структура, а дальше вы пишите в теореме Ильберга? Ну да, там вот условия интегрируемости вот такое. Да. И там… Да. Вы пишите условия интегрируемости для пасти комплексной структуры, а в теореме написано про комплексную структуру? Нет, а там написано… А, ну это почти комплексная структура, я прошу прощения. Ну просто потому что она уже интегрируема. Да, да, это очипятка. Спасибо. Надо поправить. Ничего гонить вопросом? Вот. Хорошо. Значит, и теорема Нилядерни-Иренберга состоит в том, что формальная интегрируемость влечет обычную. В одномерной ситуации не очевидно, несмотря на то, что самая формальная интегрируемость в одномерной ситуации вообще как бы это не условия. Ну, сейчас я, мне кажется, не стал добавлять лески. Это нерешабельная задача. А в 2014 году я добавил, никто не решил. Ну, нерешабельная. Она нерешабельная. Хорошо. Может быть, я, на самом деле, у меня примерно, где-то в конце этого курса можно убить одну лекцию на то, чтобы доказать в размерности 1. Сейчас докажу я вам в вещественно-аналитической ситуации. Это вот самое, как бы, такое жирное условие гладкости. У вас просто все функции перехода вещественно-аналитические. Ну, тут, как бы, основное усилие в этом доказательство и ставится на понятие, что такое вещественно-аналитическое многообразие. И сейчас я этим займусь. Вопросы есть, значит, еще? Ну, первое определение, дебильное определение, которое есть в любом учебнике, что все знают, что такое вещественно-аналитическая функция, которая локально разлагается от Тейлора. А вещественно-аналитическое многообразие – это многообразие, которое покрыто… Ну, либо имеет карты с функциями перехода вещественно-аналитическими, либо, что более приятно, имеет заданный пучок. Значит, определение. Вещественно-аналитическое многообразие. Это то же самое, что определение с картами, конечно. Мы это уже много раз обсуждали. Аналитическое многообразие. Есть топологическое многообразие. Снабженное пучком функции. Пучком функции. Пучком колец. Колец функции. Таких, что локально, изоморфно. Вещественно-аналитической функции. Вещественно-аналитической функции. Окей. Ну, также можно покрыть картами. Вот карты, в которых, собственно говоря, вот это условие. Задасть нам карта, а функция перехода будет вещественно-аналитической, потому что у вас просто функция перехода – это… Если у вас координатная функция в одной координате, то в других сроках будет и ограничение, и она тоже довольно-то вещественно-аналитическое. Поэтому то, что у вас координатная функция в одной карте, вещественно аналитических функций вещественно аналитических функций перехода тоже функции перехода как раз координатные функции в одной карте записанной другой карте русский на сей счет есть спросит был уже поэтому я быстро и не вопрос ты дальше поеду кому понятно офигительно спасибо вот ну валюту это отображение которое в квадрате равно тождественным все наверное знают вот тут я на земле надо было обзывать кости задачи и обсудить а потом уже показывать вам слайд с доказательством вот это уже знал сейчас короче его собственно говоря определение инволюция есть отображение там скажем йота из м в м йота в квадрате равно тождественному значит теорема неподвижные точки инволюция пусть у нас есть йота инволюция из м м гладкая инволюция на подмогообразие тогда неподвижные точки неподвижные точки гладком подмогообразие подмогообразие ух ты тоже знал че тумал может быть перед тем как хотя а кто кто-то в состоянии решить в качестве задачи не заглядывая сюда там скажем ну да нет ну ладно нет лучше скажу потому что на самом деле я попробую отдавать качестве задачи люди не очень быстро соображают на сей счет на самом деле любой конечной группы если вас есть конечно групп на многообразие и неподвижная в этом задача на дом неподвижная множество конечной группы вся гладко многообразие вот очень над конечной группы просто пополам вот я щас вам этим докажу у каких который есть отображение решать что это же не выразнено это дефиморфизм дефиморфизм не выразил что-то нетривиально да гладко визитный демон и из квадрате равно тождественному и гладко но будем спидаю так можете попробовать повышать для для группы аргумент очень похоже будет и доказать шаг 1 сейчас я вам попробую построить координаты в котором который просто хорошо как сохраняется этой инволюции на 5 я просто охарактеризую координат с помощью терема нервной функции на н мер на многообразие на н мер на многообразие вот и df1 т.д. дфн и независимы тм то есть это мер на этом тогда f1 т.д. дфн локально координаты координаты вы все знаю да тема нервной функции ну вопрос кинуть есть к этому вот просто отображение будет дефиморфизм потому что она из морфизм локально тоже на из морфин наказали на пространстве этих n функций эти n функции и медлине независимы дифференциала вот ну хорошо наш шаг 2 мы хотим доказать что эта штука гладкая неподвижные точки для этого доказать что она гладкая в одной точке вот как бы в окрестке каждой точке себя вот развалим неподвижную точку делать как не здесь обозначена н н неподвижная точка требует писать и вот то что есть он обозначает на я правильно писать им йота на то что это неподвижная . общение часто пишут группу вверху когда имеется варианты группы вот мы выберем координату тогда йота на т м в м это инвалюция инвалюция собственное значение значение плюс-минус один до у любой инвалюцию значение плюс-минус один чем голос диагонализуемая кто понимает почему инвалюции дегонализуемая но все понимают одна из причин тоже она как бы является ортогональным оператором для какой-то метрике криками другая причина то нет не поможет минимальный так и здесь не поможет нет граничными начальными ту же степень что и размерность пространства честное слово внимательно на чем будет из квадрата не степень 2 ну конечно но он ческать это еще более трудный аргумент тоже одна нормальная форма труднее тем то что ортогональный оператор диагнозуются но это и другое как-то слишком сложно интересно было найти единицы более простой черт не так хорошо у нас есть инвалидность облачать плюс-минус 1 и мы возьмем как-нибудь умеет обозначить собственное ну про своем координаты x1 то или xn на м такие что что в x и это от dx и то есть плюс-минус dx и туда пользусь тем что координаты можно выбрать таким образом что как бы их можно любые вказательный вектор против координатный понятно да разберете любые координаты дальше бьет с ними линейный замен чтобы в любой в заданной бои спирать превратился в бои свет dx1 то или dx и вот то есть у нас будет dx dx 1 дx 1 тарая дx к к они йота инвариантная инвариантная и йота от dx к плюс 1 равняется минус dx к плюс 1 ну там плюс 1 плюс и и здесь плюс r ну да здесь плюс r то есть вот это будет антиинвариант относительно йоты вот ну офигенно теперь мы возьмем в качестве координатных функций другие функции не тех которых мы начали функции крузии обозначается y y и т для и от единицы до к для y это есть x это плюс йота назад от x этого вот а для и равняется к плюс 1 это далее н и горит это есть x это минус йота назад от x этого хочу одну дочь пополам еще хочу отметить что дифференциал d от x это будет равно д от y этого ну просто потому что дифференциал x это такой же как дифференциал йота от x этого и дифференциал здесь x этого есть минус дифференциал йота от x этого . мы написали вот это дифференциал не поменялся дифференциал сам начал был антиинвариантный а здесь он был инвариантный вот ну поскольку дифференциала в семье независимо от координатная система но это не то что мы только что обсуждали от шаг один дифференциал линии независимо от всем координат вот ну отлично а теперь мы замечаем что вообще-то йота на от от точки x а у y 1 и 1 тогда я игре к игре к плюс 1 когда я игре он есть игре к один товаре игре к а дальше нас минус игре к плюс 1 и так далее минус игре к м да то есть мы перешли к системе координат который уже состоит из инвариантных или антиинвариантных функций вот но вот система координат естественно имбриантным подпроцент способна функциями формулы x1 чё там y y 1 или капюса им равно нулю и так далее или канал на нулю вот подмет гладко под многообразие грубо говоря то что я сейчас он сказал что любое действие конечно группы линализуется есть система координат любая конечная группа и система координат и спать есть гладкая многообразие над действует конечная группа то каждой точке есть окрестность и в этой окресте системы координат в которой это год действует линейно вот точение не группа стабилизатор этой точки потому что вся группа вообще может эту в точку от переводить я бы заметен задача доказать это в более общей ситуации для или заработать любую группу не что но запланировать на такой же пути вещественная структура все на трудно комплексное многообразие суть тут такова у вас есть вот я говорю комплексная структура есть на вещественном вектором пространстве а из такая штука вещественная трудно комплексное вещественное пространство это две вещь которые вообще прямо отношения родными то есть даже вещественная структура на комплексное многообразие ну да нашли комплексный трудно вещественными вот это как бы даже не никак не 2 фунта вырубившим разных направлениях и никак не друг естественно образом не соотносится вот то есть вещественность я напомню что определение если у вас есть в комплексное векторное пространство векторное пространство пространство на c вещественная структура структура на в это инволюция инволюция вещественная инволюция йота из в в такая что йота от лямбда x есть лямбда с палочкой йота от x то есть она антикомплексно вот ну вот немножко я доставлю в качестве задачи на легко видеть что в этой ситуации вы канонически изоморфно в йота то есть неподвижные точки йота тензор c на d то есть это фигня всегда половиной размерности а в вы можно получить умножить на c это это было проверено пространство задача я не буду пользоваться а вы комплект на этом просто на c вещественная структура комплексном пространстве точно ну вот разумный пойдет думать как про инволюцию как не вполне очевидно что это эквивалент данной так валя так задача вот нет собственно говоря почему это просто мотивирую вот это подлинг 3 час дам вещественное структурно-комплексное многообразие ну и она очень похожа на это это по некоторое я вам только что дал ну и суть его близко значит определение пусть м комплексное многообразие многообразие и это из м в м инволюция ну м и едут начиная с того как я момент как я ведь почти комплексно сейчас нет все это хочешь комплексно да да и почти комплексно час комплексным там это тоже апреля но выжать почти близко им и йота инволюция такая что йота от и есть минус и нет почти комплексное это что у нас есть такой оператор а им не честно оператор в эти минус 1 вот тогда йод называется вещественная структура это конечно структура вот а просто если одно это условно выполнен то йод называется антигломорфно то есть другим словом вещество трое-то антигломорфно инволюция вот замечание ну да нет право замечание нужно а нам уже мечей нужно значит если им и комплексное теперь то есть и интегрируем а интегрируем а то антигломорфная функция от функция коммерческого нас который гламурно и это антигломорфно это тогда когда идет назад от f перевод назад перевод грамотного антигломорфная переводят голоморфная в антигломорфная но типичный пример антигломорфное отображение очень простым берем тождественное отображение из м и в м минус и эти напишу значит пример антигломорфное отображение м и тождественное переводится в м минус и вот вот на этом если она была интервью у нас есть пучок голоморфной функцией но каждая функция голоморфно сильные антигломорфно россии на минус и потому что у и и минусы пространстве по 10 и 0 1 представляются соответственно если в широкую функцию голоморфная дифференциал типа 10 вот он для и типа 10 а для минусом тип 0 1 я думаю профи как пропитана к злочку был написать как про перенос будешь написан нас есть эзоморфитными векторами пространствами да то любой тензор справа превращается ли в тензор слева антикоммутируют антикоммутируют мы тоже здесь написано ты условно антигломорфности мы просто не можем переносить же его там надо было . просто написать на позже . это перенос назад вообще дэпси от период-вперед и дэпси это изморфизм между верным позам в этом пространстве вот кто что в одном этом позам с минус и вот суть такого вообще забыли про звездочки мы говорим что пси является эзоморфизм дэпси является морфизм между другим на одном у нас есть комплект структура индра у нас то надеюсь на струи изморфизм на дрове там пространство приводит и в минусы тут все такова я на самом деле всегда начинаю путься когда звездочка очень трудно запомнишь что там вверх и что вниз после 10 итераций вот тут есть минут написано звездочка вот можно скопили так что антигломорф на просто то что переводила морская функция в антигломорф на вот это как такое определенное которое бесплатно работать всегда вот мы другим словами на перевод один 0 лям до 10 лям до мы берем пулбэк лям до 10 получаем лям до на и вот мы нам это нужно только для дефаморфизм поэтому это неважно кто-то шлижен был глупин грауар то это он первый понял как вообще работать прижас над личным многообразием он их поинтерпретировал он сказал что вещественно многообразие просто росток неподвижных точек антикомплексной инволюции на комплексном многообразии вот это я сейчас буду рассказывать так да ну то есть комплексное сопротивление которое определит вещество на цена циверный важный момент другой пример значит циверный ведет циверный x1 талалии xn переводится в x1 с палочкой продвивали xn с палочкой вот вот это добавим комплекс сопряжения или честно структуре они по две точки оторванный вот хорошо первое тривиальное наблюдение между прочим который тут чудо на слайдах я не сделал хотя она очевидно что неподвижные точки такой вещественной структуры это под многообразие это уже доказали на них не просто я правы понравились половина размерности давайте я все это назад при истории про это скажу почему-то чутами это здесь нет хотя должно быть ну наверно где-то дальше есть на свой дух лучше сейчас рассказать значит замечание пусть у вас есть и из м и м и антикомплексная инвалюция то есть естественная структура антикомплексная инвалиды антигломорфная антигломорфная инвалюция инвалюция когда м и неподвижные точки м йод неподвижные точки точки год как размерности половина и размерность м йота вещественная есть размерность комплексная м вот доказательства как вы тоже сейчас член половина размерности гладко и глобесплатно половина размерность почему ну да то есть смотрите у нас на йота на неподвижно на касательном пространстве к м где и нам в неподвижная точка действует ну дифференциал йота действует как вещественная структура на вектором пространстве на комплексном вектором пространстве ну а из того из задачи которые вам задал следует что как всегда неподвижно точек половины размерности потому что если у вас есть на вещественном пространстве действия ну тут наверно тот момент когда надо задачу решить или мне ее решить у доски или вам ее решить сейчас кто не хочет рассказать значит пусть у вас есть в в в комплексное в комплексное векторное пространство а а это антикомплексная инволюция инволюция тогда в и тензор над rc есть в вот но только с половиной размерности есть правильно нет желающий да ну я расскажу вот во первых давайте возьмем базис x1 то ли x н в в вот тогда во первых если у вас есть ли не на зависимость сумма она там лежит собственно это боится есть друзья я между прочим доски с импровизировать от доказательства могу он очевидно и какой-то и ты не помнишь вот уже есть базис на тоже есть базис вот ну разумно да то есть мы берем z1 хорошо ну и хорошо мы выбираем борис на дыры что первым нужно для что половинная размерность хотя бы сходу это собственно говоря в блоку в этом брата задача известно что это где дальше есть но тут все-таки полезно решить что доски хотя бы вам назидание мне в получении набор там пучей между назидание а вот ну хорошо давай давай во первых рассмотрим все эти самые сумму икситах лямбда это где лямбда это лежит c вот вот хочется во первых увидеть что или независимо пусть или иксита были ли независимы над c это же вечеринственный байс конечно ли независимы отца пусть они зависимы на c то есть у вас есть какое-то такое соотношение тогда вы можете подействовать на него комплексом сопряжением комплекс сопряжения икси сохраняется лямбда приводит лямбда с палочкой поэтому у вас будет нулю также равно сумма лямбда и т.с. иксит а теперь вы это два сложите и получит вещественная часть лямбда это равно ну потому что иксит или вещественное независимое ну это самая мнимая часть равна нулю значит эти друзья были и независимы тогда они там это базис ленина независимый над отцы то есть у нас получилось отображение в и тензор c в в новую она вложения до нет он уже должен быть в байсом а байс всего в эндер получил и почему же нам надо сказать так что водительный есть более z1 то ли z n в вот такой боюсь точно есть нет не помогает офигительно спасибо да видно пусть у нас есть какой-то вектор из вы мы рассмотрим это от в плюс вы и это от вы это будет это будет в этом вариант на то есть она лежит в ее то вот мы берем все начнете договору что это селективно спасибо вам это ваша заслуга я так никак не догадался вот значит мы берем смотрите вот нас был какой-то вектор в в большом в большой комплексный вектором пацанцев мы берем в плюс лет от вы она лежит уже в ее то вот а теперь мы берем конец минус один в минус йоту в вот если на все это делает и это переводится в минус себя это берете в минусе отожжет общаясь комплект на правильно поэтому тоже лежит в ее то вот у тебя мы их возьмем их и на комбинацию и получим что и вы ее тот вы лежит в в ее тензор c то есть эта фигня вообще-то селективно они только вективно и селективно что и вас доказать кинуть вопросы есть всем все понятно я сам решил задачами впрочем которые вам задум большим трудом хорошо так въездная структура значит это антигломорфная инволуция теперь мы знаем что неподвижной точке это вещественно под наговорить половина размерность вот на вот собственно говоря тут примерно то что я вам сейчас собираю рассказывал там с помощью задачи написано только чуть более научно значит и утверждение и предложение вот у вас есть м.р. м.c. это неподвижная точка антикомплексная инволюция антикомплексная инволюция антикомплексная инволюция Тут у меня сформулируют для комплекса, потому что мне хотелось какие-то координаты иметь. А именно УИТА – это атлас комплексный, то есть комплексные координаты. Тогда для подходящего выбора УИТА в ограничении на МР определяет карту вещественно-аналитический атлас там на МР, который имеет половинную размерность. Вещественно-размерность МР есть такая же, как комплексная размерность МС. Аргумент ровно тот же, как я вам вот тут был ленинологическое утверждение, а там его аналог с ленивизацией. Доказательство. Во-первых, мы берем голоморфную координатную систему, выберем диагностику. Пусть у нас есть какая-то точка МВМР, и Z1, Z1, Zn – голоморфная координатная система такая, что И от DZiT есть DZiT с палочкой. Существует такая огромная координатная система, конечно, это жирное, в принципе, утверждение. Чтобы получить, мы просто применяем то, что я вам сейчас рассказываю про вещественные структуры, к векторному пространству, так как Y определяет вещественную структуру на T, E, M, M, C. Вот, то есть мы берем X1, Xn, Y-инвариантные координаты, Dx1, Dxn, Y-инвариантные, Dx1, Dxn, Y-инвариантные, Dxn, Y-инвариантные, есть – минус DxN. Получается, это все, как я вам говорил, значит комплексный, вот, этот комплекс – это векторное пространство, т ммц это компенсификация векторного пространства порожденная вариантами то есть вот этого вот это будет вещественного процесса это будут и от него вот то есть тут по ходу в слайдах пропал кусок аргумента все у него недосмотра а именно про вещественные структуры на пост на векторах пространствах я венка записываешь это очевидно но мы почем лес но здесь комплексно потому что тоже есть координата вводится комплексно комплексно иначе про гляд не забуду и то есть аргумент можно произвести а вот сформулировать утверждение нельзя будет вот хорошо значит ну офигительно теперь мы получили что наша шаг 2 получается как заодно уравнениями зато на уравнениями y1 тарая yn равно вот и теперь если у вас есть мы тебе можем выбрать координаты щит на область таким свойством а именно мы хотим мы заменим у вас у вас у нас было сам начало координату который вот этот дифференциально потом мы просто вот как 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 в прошлый раз функции выберем координаты которые сохраняются инвалюции то чем переводится в комплексная сопряженность инвалюции чем придется стереть значит продолжение шага 1 который я вам проглотил немножко значит выберем здесь заменим координаты житт один таля затрин на z1 плюс это йота йота со звездочкой от z1 с палочкой пополам да смотрите что происходит вот и z голоморфная z и это от z уже анти голоморфная взяли пачку снова получилось голоморфная после усоединения получила мостную функцию которыми тоже дифференциал что z подмет координата это координата уже к отличить всеми чем свойством значит теперь 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 это от z и за это и за тут с палочкой вот и вот это нам позволяет уже хорошо задать неподвижные точки антикопрессная инвалюция уравнением y1 то есть в минимуме я часть z этого лигрик 1 0 вот а теперь функции перехода они коммутируются у нас все координаты коммутируются съезд его родном смысле поэтому он спирает только мутирует то есть функция перехода фи и житт от z и т с палочкой есть ну там напишем юта от z и т т свет это они тоже коммутируют есть бьет а от фи и житт житт это вот мать вперед замене на палочку а мы выберем таких мы выберем координат вот область этим свойствам сам началом выберем выберем систему координат в подросе каждой точке мр то которая то что он сказал на самом деле в ком смысле это совершенно банальность просто мне хотелось немножко это перескать на том языке кто привычно думать то есть из аналитические через открытым но что потому что и карта потому что на самом деле ну смотрите у вас есть вещественное под многообразие в комплекте многообразие вы ограничиваете ваши гламуртные функции вы получаете какие-то вещественно аналитические функции вот единственное что чего хочешь чтобы все было все-таки функции природа были вещественные вот ну а для этого нам иначе мы просто у нас получать какая-то странная штука что с функции как бы координат то вещественное а функции перехода получается они же все они уже комплекции у них коэффициент комплексная вот мы с другой стороны теперь у нас все коммуницирует с инволюцией просто все все наши функции все наш координатная функция отличается тем что при проведении инволюции при них то же самое что действие с палочкой поэтому на неподвижных точках инволюции они вещественные вот это выдает нам вещественно аналитический атлас так не зашит в разумное место чтобы здесь становиться там дальше будет много еще при вещественно аналитические эти самые вот но это наверное лучше в следующий раз вот пока что я вам просто рассказал отдайте я сейчас скажу мораль и на этом мы точно закончим мораль такая что это была идея гаеварта что вещественно аналитическое многообразие это на самом деле пара комплексное многообразие и антикомплексная инволюция на нем вот то есть мы не только можем перейти от антикомплекс инвалидов к вещественно аналитическом многообразие мы прийти и обратно и будет эквивалентность по моему того что мы берем мы живем нашу называется росток то есть мы считаем что многообразие нас интересует только небольшой окрестности неподвижных точек инволюции то есть мы считаем что 222 многообразие инволюции эквивалентно если они эквивалентно небольшой окрестности посадок неподвижных точек и бигаломорфно бажали с неподвижных точек это бигаломорфность согласовано с инволюции вот это завод категорию сейчас отличие многообразие по грауарту и такое определение эквивалентно тому которым вы привыкли все спасибо у нас есть несколько способов перейти от одного к другому комплексное многообразие можем забыть комплексную структуру вот сказать что возьмем вещественные мнимые части грамотно функций и обзовем их вещественные аналитическими координатами нелегко управляешь там все функции нам все будет раскладываться ряд и лор потому что вещь баска царат и лор это подразуменность удвоится вот подразумно надо взять компенсификацию это процедура позволяющая начав с вещественного многообразия получить контакт с новой той же разменности то есть удвоится зубы это же дел гауар то что я сегодня начал рассказывать то есть много вещественное многообразие то же самое что пара комплексного гораздо инволюция вот этот комплексное многообразие можно обозвать компенсификации этого вещественного многообразия этот способ пойти в обратную сторону вот но оба способа увеличивают размерность то есть одно из них увеличить вещественного размера другой увеличивает тоже сейчас другое тоже увеличит размерность вот можно их повторять да если у нас есть нет не всегда понимая но и вещественных точек может не быть а к чему тебя может не соответствовать никакому вот в этом смысле вещественного многообразия может cp-1 и замороз на сумму комплекс сопряженному а при инволюции x переводит минус x такой центральной симметрии никаких не подверг точек нет это антикомплексная инволюция у которой нет ни подвижных точек вообще ни одной ну таких из морфин может быть много что 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 и что 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 правда что неправда ничего что такое создается уравнениями для производных комплекса многообразия нет вот ну в новом по сути пример по сути вот так ccp-1 только надо с центральной симметрии друзья тут важный момент на самом деле который спасибо денису напомнил существует довольно много инволюции многообразиях никто из них странная дайте пример быстренько приведу вот cp-1 cp-1 да но с двумя координатами z-1 там x и y скажем x и y вот у вас есть вот есть инволюция приводящий x и y в x палочка игры с палочкой вот это такая симметрия на самом деле она переводит у ней она от симметрии на экватора потому что x палочкой или с палочкой на самом деле и у координата один x делит на y или где-то на x вот это просто комплексное сопряжение на этой единственной координате вот ну когда эта штука равна бесконечности то получаете там полюс но комплекс сопряжения определенно гламорно навсегда с другой стороны у вас есть странное отображение x и y переводится центральная симметрия x палочкой в минус 1 час x палочкой или с палочкой с палочкой по-моему правильно как это задается реально симметрия вроде она дайте посмотрим если неподвижные точки значит чтобы неподвижные точки были нам нужно было чтобы y делить на x было равно x палочка делить на игре с палочкой то есть альфа есть альфа минус 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 альф с палочкой что такой бывает минус 1 который не бывает вот это цедальная симметрия он тоже дает удалось нам не подвинут точек нет то ей потому что не все инволюции одинаковых раньше вот у некоторых инволюции нету вот и собственно говоря пример того про то что спрашивает пацан с твистеров гиперкалион многообразие есть инволюция антикомплексная они а никаких не подверг точки это не может быть и там там есть инволюция но нет инволюции по 2.5 размерность вот это для комплекса для проективного может понедельник все манипуляция с переходом к подполью она она имеет вообще не для любого любого поля конечного любого конечного решения полей вот называется метод решения скаляров или метод видимо сужения скаляров меня вот второй я не знал как вот но это совсем уж какая-то чудовищная муть и лучше в это сейчас не вдаваться спасибо все дали листочки кому нужно вот есть никто хочет давать задачу не стесняйтесь как листочки